приветствую друзья в этот раз строим односкатную крышу на такое вот сооружение здесь гараж совмещенный с баней выставили крайние стропилы зашили фронтон со двора сейчас залезу наверх покажу что там уже сделано уклон уклон вот этого ската 11 с половиной градусов в качестве обвязки по газобетону использовалась 50 доска ширина у нее 200 миллиметров то есть что было у заказчика из того и строим стропила опирается нижним концом на обвязку она уже выровнена по уровню видите подложены боковочки средняя часть опирается на одну раму и верхняя часть еще на другую раму видите в углу стоит связь две ветровые связи одна с направления перпендикулярной улицы другая по направлению улицы и то же самое в этом углу один раскос и второй раскос и дополнительно в середине расперт вверх с этого ракурса лучше видно вот идет одна опорная рама то есть стропильная система здесь наслонная стропилы наслоняются на несущие рамы вот одна рама по краям у каждой рамы стоят ветровые связи и вот дальняя вторая рама там уже фронтон зашитый кстати по поводу фронтонов их обязательно надо зашивать до монтажа об решетке и вот эти вот угловые фронтоны со стороны боков они будут зашиваться до установки обрешетки доски выпускаются вверх а потом пилой просто проходятся вдоль стропилы и подрезается край а если установить обрешетку то потом вам придется все это в размер пилить в общем намного дольше получится на бане уже лежат балки предварительные отверстия были уложены это тут заказчик сам себе высоту бани опустил ниже верхнего обреза газобетона и на гараж тоже будут потолочные балки сороковка доска ширина 150 ну вот он весь лес тут из леса доска пятидесятка 200 высота сороковка на 150 и на обрешетку двадцать пятка обрезная тоже 150 ширина стропила стропила обязательно крепится к обвязке при помощи скоб но можно использовать кин современные метизные решения ну вот примеру и там тоже самое без скоба с той стороны не видно одно из преимущественно слонной стропильной системы в том что не надо сколачивать громоздкие стропильные фермы как видите вот это вот одна стропильная нога она как бы идет из двух досок одна шестиметровая доска доска укладывается от стены до рамы а другая доска опять же это средняя рама уже до верхней рамы и они просто сращиваются здесь гвоздями но вот это вот крайнюю стропилу видите пришлось растить на земле чтобы вот этот вот край получился ровно чтобы когда зашивался фронтон здесь не было выпирающих частей стропилы установили на опорные рамы торчат всякое разное естественно нижний и верхний край будут подрезаться под карниз обвязка крепится к стенам здания при помощи монтажной ленты ленту конечно надо взять потолще но эту свернули в два слоя чтобы попрочнее было и дюбеля используется вот такая вот клипса у нее диаметр 14 и с вот таким вот шурупом мощным держит просто замечательно даже в не очень качественном газобетоне ну вот еще одна фишка вот этот саму вот эту клипсу ее надо под шов забивать растворный тогда она будет как бы жестче сидеть верхний край стропилы крепится к стойке напрямую скобой а эта стойка крепится уже непосредственно тоже при помощи скобы напрямую к обвязке обвязка уже обязана тяжами вот тяж путь нагрузки идет через тропилу по скобе через стойку через другую скобу здесь тоже скобы и далее через тяж на стены это если крыша работает на отрыв при сильных ветрах при работе нажать а тут все просто узлы надежные передается все напрямую сверху вниз вчера зашили оба фронтона обрезали по стропилу торчащие доски как я и говорил вот один фронтон вот второй фронтон и приступили к монтажу обрешетку обрешетка прибивается в разбежку ну шахманом порядке чтобы была перевязка стропил и крепится к стропилам на 100 гвозди большинство крепят на 80 но разницу видите сами 80 скорее похоже на зубочистку они на гвозди вот они стропилы натянул нитку по уровню обозначил линию среза то есть торец будет вертикально расположен после того как края отпилится карниз будет подшиваться и уже обрешетка дальше доведется до конца я не сказал про вот эти подвесы которые здесь прикручены нужны для того чтобы доска ну не упала влево вправо устойчивость и обеспечивают не на каждой стропиле где-то через две-три черновые работы по дереву закончили подшили карниз верхний на карнизный свес прикрутили доску 25 с одной стороны она обязывает этот свес и выравнивать с другой стороны к ней потом будет крепиться ветровая планка и сайдинг карниз нижней стороны все закончили крышу прикрутили профилированный настил длина ската получилось где-то 8 860 3 метровых листа по длине ушло всего листов 21 целый 1 на край подрезали чтобы выпуск карниза был полметра с каждой стороны да ты лучше побурчи в итоге получилось простая надежная крыша прям как автомат калашникова без претензий на какой-то выдающийся внешний вид и статусность для полного счастья хозяину останется установить ветровую планку и водосточный желок на этом у меня все благодарю за внимание пока а